До этого мы работали все время с тензорами, в которых лежали дробные числа. Это никак явно не указывалось, но если вы обратите внимание, то все они дробные. Мы можем понять, какой там тип данных, если вызовем атрибут D-type, то есть Data Type. Если мы у X вызовем D-type, то увидим, что это TorchFlo32, то есть это дробные числа, каждый из которых занимает 32 бита информации. Давайте попробуем преобразовать наш тензор из Data Type Float32 в Float64, то есть в дробные числа двойной точность. Делается это с помощью метода .double. Мы можем любой тензор вызвать, у него метод .double, и получим тензор, у которого теперь числа хранятся в Float64, то есть каждое число занимает 64 бита.